Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Искать, что ты с тобой! Традиционно в преддверии новогодних и рождественских праздников представители администрации Московского района посещают учреждения, где помощь и медицинскую консультацию получают родители, чьи дети имеют серьезные проблемы со здоровьем. При поддержке организации «Белая Русь» многочисленных спонсоров для таких ребят собираются сладкие подарки и сувениры. Все то, что принесет радость. Так, первым в маршруте добрых волшебников в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Веда», где в красочном шоу приняли участие и дети, и взрослые. Дети, конечно, как все дети мира, ждут этот праздник, потому что он несет в себе сказку, загадку. Наши дети не исключение. И уже традиционно каждый год к нам приезжают гости, которые привозят с собой подарки, долгожданные подарки для детей. И я думаю, что сегодня у нас состоится очень радостный праздник. Несколько десятков юных зрителей и воспитанников Центра с замиранием сердца встречали каждого нового персонажа новогоднего спектакля. Традиционно такие приятные поводы дарят малышам, которые довольно много времени проводят один на один со своей бедой, шанс пообщаться со сверстниками, увидеть, как многогранен мир и как много интересного их ждет здесь. У нас в Московском районе порядка 1300 детей инвалидов, поэтому мы стараемся, скажем, разной категории деток поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством, пожелать вам здоровья, счастья, любви. Ну и привезли тоже сегодня мандарины и сладкие подарки для наших деток. Участники праздничного мероприятия в Центре медицинской реабилитации «Тонус» стали собираться на праздник заблаговременно в числе почетных гостей руководство администрации Московского района, представители которого приехали не с пустыми руками. Ровно в назначенный час представления началось. История о том, как добро побеждает зло, о том, как хорошее человеческое отношение способно победить даже самые коварные замыслы, должна стать мотивацией для юных зрителей и их родителей. Детям важно ощущение праздника и ощущение волшебства, которое пытаемся создать. А родителям, конечно, важно ощущение заботы о детях и о семьях. Конечно, эти дети очень нуждаются в помощи, очень нуждаются в положительных эмоциях. Это не только для того, чтобы, ну, как обычные все дети, конечно, Новый год – это праздник, это светлое время, но и помогая этой реабилитации в том числе, потому что, ну, конечно, положительные эмоции, положительная мотивация – это очень важно. Брестский областной центр медицинской реабилитации «Тонус» свою работу в период пандемии не прекращал ни на день. В их деле, деле оказания комплексной медицинской помощи для восстановления, важна системность и регулярность. Проходили и небольшие праздники, чтобы поднять дух маленьким пациентам, подарить радость и счастье. Теперь же, когда волна пандемии поутихла, есть возможность собраться всем вместе, чтобы пообщаться, проводить хороводы и просто отвлечься от проблем и забот. Дети есть дети. И праздник должен быть праздником, и детство должно быть детство. Со своими шалостями, с Дедом Морозом, с танцами. И когда некоторые на меня смотрят, как что я беру Антошу на руки и иду с ним в хоровод, «Да, мне сложно, да, мне тяжело, но это детство, и он должен получить те же эмоции, что и все остальные дети». Дружно за руки возьмемся, встанем рядом тесный круг. Как там песенки поются, ты мой друг, и я твой друг. Пожелаем, чтобы радость заходила в каждый дом, чтобы Новый год наполнил души светом и добром. В Брестском центре молодежного творчества также зажглась долгожданная новогодняя елка. Порядка 250 мальчишек и девчонок пришли на праздник, чтобы провести это время вместе и загадать заветное желание – быть здоровым. Поддержку мамам и папам на их нелегком пути оказывают специалисты Брестского областного коррекционно-развивающего центра обучения и реабилитации. Они же стали идейными вдохновителями и этого праздника, которого все ждут с нетерпением. Большой праздник, он несет большую радость не только для деток особых, но и для тех, кто помогает этот праздник организовать. И особую благодарность мы видим в глазах родителей ребят, потому что они понимают, что в принципе ребята такие же, как и все, и могут точно так же участвовать в больших праздниках, преодолевать длинный путь, не бояться взаимодействовать с другими ребятами. Данное мероприятие поддерживается, воспринимается общественностью, поддерживается гражданами лично и помогает детям почувствовать праздник, почувствовать внимание и поверить в доброе, хорошее, в сказку. Новый год и Рождество не за горами, а это значит, что сказка совсем рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова